МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Намажешь таким слоем, да как? Ну, что сделать? Мне в любом случае придется. Я не Басков, не Киркоров, что ты на меня тратишь, материал. Да, скипать. Мы решили сделать чуть старше этого гамаюна моего. Ему лет 40. Ну вот, мы решили сделать, значит, его чуть постарше, но не таким старым, как я, а решили, что я выгляжу лет на 50. И сделали на этом акцент. У нас вот с Гермоником очень все интересно происходило, потому что у него фактура уже давно известная, ну, нашему зрителю, поэтому что-то из него сделать, то, чего не было, очень сложно. В итоге Эмилис предложил сделать его лысым. Ну, я говорю, вообще не вопрос, если тебе хочется, пожалуйста, мне это абсолютно все равно. Я могу побриться. Вот меня перед каждой съемкой бреют наголо. Я сказал, я такой мытищинский Брюс Виллис. Брюс Виллис для своих. Ты меня испугал. Я не ожидал. Я тоже. Мой грим и моя прическа – это единственное, что у меня есть. У меня даже не гримирует. У меня есть только золотые зубы, которые я вставляю, когда я выхожу на крупный план. Я очень хотела, именно прям рвалась, попробовать именно такой грим пластический. Мне кажется, это закон подлости, от того, что я так сильно хотела. У меня же началась аллергия, и, ну, у меня просто так и текло лицо, такое красное. Я думаю, блин, ну нет, неужели все-таки я не смогу походить в Мальфисенты и то же самое. Так что, если я снимаюсь в боевой готовности, а мы такие вампиры, только в боевой готовности, то мне надевают клыки, линзы вот на весь глаз и рисуют просто гримом, тенями вырисовывают вот эти все линии. На одного персонажа у нас вместе с прической, с костюмом уходит около двух часов. В течение двух часов мне накладывают именно пластический грим, ну, наверное, часа три, получается, в общем, с волосами, и это очень помогает. Зубы, линзы, конечно, катастрофически дискомфортные, потому что ты просто в красной пелене ничего не видишь, но, как ни странно, это помогает. Для этого специально заказали уникальные линзы, которые в России немало употребляются, это на всю склеру крупные. И специальный художник у нас покрасил линзы в красный свет, и поэтому у них необычные, страшные такие багрово-красные глаза, поэтому у них вид ужасающий просто. У нас иногда актеры ориентируются так чисто на ощупь, потому что все мутно, а им приходится трюки делать. Тяжелая работа.